И пандемия, которая, я думал, уже должна по идее закончиться, она все продолжается. Сколько она потрясений принесла и в жизнь людей, и в жизнь церквей принесла потрясений. Все начали думать, как, почему такое, что мы должны делать. И, безусловно, вспоминаются те эпидемии, которые были раньше с людьми. Я помню, когда читал о бубонной чуме, которая чуть ли не, по некоторым данным, половину населения Европы уничтожила, а по другим, чуть ли не две трети населения умерли из этой бубонной чумы. Интересно, что до этой бубонной чумы католическая церковь была самой авторитетной организацией Европы. Короли приезжали к Папе Римскому, чтобы поклониться ему. Самая авторитетная фигура – Папа Римский. После этой эпидемии бубонной чумы авторитет католической церкви в Европе уже никогда не был прежним. Потому что началось необъяснимое. Люди приходили в церковь, принимали причастие, а все равно заболевали. Даже через причастие видели, как передается, как через полки крови Господа могут инфекции передаваться. В голове не укладывалось, и церковь начинала трясти, и вера в людей начала трястись. И историки христианства говорят, что в этот момент некоторые верующие теряли вообще веру. И говорили, ну вот что, мы ходим в церковь, а верующие также болеют. Мы принимаем причастие, а также можно, оказывается, и заразиться. Зачем нам такой Бог? Может, его вообще нет? Теряли веру и уходили. Другие верующие, они думали так, наверное, может быть, не совсем правильно молятся. Может быть, неправильные у нас обряды. А может быть, священники у нас неверные и неправильные. И начали создаваться разные секты, разные группки, разных верующих, которые там, они там все неправильно делают, а мы правильно будем делать. У них там неправильные молитвы, а мы будем правильно молиться. Они там не используют какие-то духовные силы, а мы будем использовать духовные силы. Ну и вот такое началось разделение. И либо вообще неверие, либо странная ложная духовность, вот такая фанатичная и безумная. Я когда про это читал, я увидел, что в наше время происходит что-то подобное в христианском мире. Часть людей после пандемии так в церкви и не вернулась. Так если верующие так же болеют, зачем нам такая вера? И всякая, вы знаете, магиоцентризм, он терпит крушение во время этих пандемий, когда люди вокруг магии концентрируются. И часть людей говорит, да, мы разочаровались, а мы не верим, а нам это больше не нужно, уходят. И тут же появляются другие, да, с другой стороны. О, там неправильно все, молитва неправильная, служение неправильное, вот мы сейчас будем правильно делать. Они там ничего не знают, а мы знаем, это уже конец света. И начинаются всякие предсказания, вот эти супер духовные, ложные. Потом эти предсказания не исполняются. Они говорят, вот должен быть конец света, конец света не наступил. Они говорят, ну ничего, Бог это так специально нас всех испытывал. Ну они придумывают отговорки. И вот возникает вопрос, хорошо. И в это время, когда все трясется, многие мировоззрения трясутся, да, претерпевают потрясения, взгляды. Часть людей отпадает от веры. Часть веру как-то извращают. У них какая-то супер-пупер вера основится. А что делать в этой ситуации? Что делать? Как быть? Словно Бог нас вот так или иначе направляет вот сюда, вот в это общение. Должно быть общение с Ним, взаимоотношение с Ним. Что делать? Да искать Его лица. Что делать? Открываться перед Ним. Что делать? Это понять, что вот все имеет смысл, только если есть эти короткие слова. И сказал Господь Аврааму. Продолжение следует...